Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Многие наши зрители, да и вообще многие огородники, продолжают использовать семена собственного сбора для заготовки семян на будущий сезон. Такими семенами зачастую являются семена линейных сортовых томатов, семена перцев и так далее. Между прочим, вот это перчик, который вырос у нас здесь в теплице из семян, извлеченных из покупного красного перца из гипермаркета, и сенец был отобран по той технологии, о которой мы говорили на нашем канале. Многие сорта гибридного типа, конечно же, дают расщепление, поэтому с них не рекомендуется собирать семена, мы тоже об этом на канале говорили. Однако, линейные сорта вполне пригодны для того, чтобы обеспечить и себя, и друзей, и знакомых семенами не только на следующий, но и на несколько лет вперед. Домашние семена, как правило, хорошо сохраняют схожесть. Получение семян из перцев, из баклажан, из томатов, из огурцов, из других сочных плодов, но чаще всего это, конечно, томаты и огурцы, требует выбраживания того плода, дозаривания и выбраживания, для того, чтобы семена освободились от слизистых оболочек и полностью дозрели. Зачастую процесс выбраживания этих семян сопровождается неприятным запахом, поверхность этих бродящих семян зарастает плесенью, покрывается какими-то неприятными налетами. К сожалению, многие патогены могут передаваться вместе с семенами. Более того, они находятся иногда не на поверхности, а под кожурой семян. Поверхностной стерилизацией, которую мы делаем обеззараживание перед посевом, и этих патогенов оттуда не достать. Наиболее коварными из них являются бактериальные патогены, которые вызывают бактериозы томатов. Мы говорили о них на нашем канале, тоже показывали эти симптомы. Многие грибные патогены также способны вот в этой системе жить. Вообще томатный сок, мякоть томата является источником такого громадного количества полезных, ростостимулирующих и наш организм, и организм фитопатогенов, веществ. В микробиологии томатная паста иногда добавляется в среды для культивирования особо капризных бактерий, для того, чтобы они нашли там для себя все вкусное и полезное. Это неудивительно, что вот этот вот сок, вот эта мякоть, выбраживающаяся, она зарастает всевозможными неприятными организмами, которые, к сожалению, проникают, как я уже сказал, внутрь семян, и затем попадают на наши сеянцы, вызывая и черную ножку, и многие другие проблемы. Конечно, многие заболевания передаются через почву, но и через семена тоже. Какой же здесь выход? Выход есть. Препараты на основе сенной палочки, и вот в особенности бактоген, обладают удивительным свойством. Во-первых, подавлять рост патогенной микрофлоры и вот этой вот, ну какой-то нехорошей, излишней бурной микрофлоры, которая развивается вот в такой вот системе, с одной стороны. С другой стороны, она здесь очень хорошо будет развиваться сама, потому что найдет в себе здесь много вкусного, и даже кислотность, повышенная кислотность вот этого сока не будет на нее влиять таким образом, что развитие сенной палочки будет тормозиться. Это будет хорошая, благоприятная среда для ее развития. И еще одно очень важное свойство препарата бактогена сенной палочки, которая входит в его состав, это ее эндофитные свойства. В принципе, многие штаммы сенной палочки обладают такими свойствами. Они способны проникать в этой стадии развития семян, вот когда они еще не высохли, когда кожура у них еще не укрепилась, проникать под кожуру, проникать внутрь самого растения, внутрь семян, поселяться там и защищать семена от проникновения патогенных организмов. Не только во время вот такого вызаривания, выбраживания этого сока, речь идет и о томатах, и об огурцах, и прочих-прочих-прочих растениях, семена которых мы достаем из сочных плодов. Но она способна защищать их в процессе хранения и далее, в процессе всходов и в процессе развития семян. Чем раньше мы заселим семена сенной палочкой, тем лучше. Поэтому, если вы все еще продолжаете сбор своих семян и получение семян из томатов, или если вы уже завершили, то имейте в виду этот способ на будущий год. Добавьте на пол-литра вот этого томатного сока с мязгой, с этой мякотью, буквально чайную ложечку препарата, жидкого препарата бактоген или другого препарата на основе сенной палочки. Но бактоген, конечно, очень активен. И выбраживайте эти семена именно вот в такой вот бациллярной системе. В этом случае вы можете быть уверены в том, что ваши семена будут здоровы и уже даже не потребуют никакого предпосевного обеззараживания. Сейте их смело, сейте в грунт без всяких манипуляций, без всяких танцев с бубнами перед посевом. И ни черная ножка, ни какие-то увядания вас не затронут и ваши растения. Что ж, надеюсь, этот совет пригодится вам и вдохновит вас на сбор собственных семян. Это и увлекательно, и интересно, и экономически выгодно. Что с перцев, что с томатов, что с баклажан, что с других растений. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровых семян и здорового богатого урожая. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok